Добрый вечер всем. У нас тут внезапный, внештатный разбор домашних заданий. Вот. То есть он, конечно, запный, в том смысле, что я же некоторое время намекал, что надо бы устроить разбор просто никто не хотел, а потом все захотели. К моему удивлению, как минимум два домашних задания из тех, что мы сегодня будем разбирать, они, в общем-то, простые. Вот. И даже отчасти, ну, такие, что ли, прямолинейные. То есть, когда я их давал, я, в общем, не задумывался. Вот. За исключением, за исключением самого простого, первого, с которого мы начнем, которая, ну, я, по-моему, говорил в чатике, что это, в принципе, такая модифицированная задачка, олимпиадная задачка для младших школьников, решение которой, кстати, есть у нас тут на сайте, но обещал рассказать, значит, расскажем. Сразу по поводу введения. Я постараюсь, чтобы у нас было больше интерактива с чатиком, но практика показывает, что лаги все-таки есть у ютубовского стрима, поэтому я, видимо, отведу после каждого разбора место для всяких вопросов, но не ожидайте, что, а, из моего разбора будет все понятно сразу, б, что мы, даже если что-то непонятно, разберем все от начала и до конца, да. Для того, чтобы разобрать все от начала и до конца, я попросил людей делать конспекты, мы потом эти конспекты сведем, опубликуем вот здесь, вот. И вот там-то уже можно будет, по мере возникновения каких-то еще вопросов, что-то такое доделать. Вот как-то, как-то так. Ну что, начинаем с первой задачки, которая называлась, что-то там про спираль было. Вот, сейчас я посмотрю, как это называлось. Пока я еще скажу, что, ну вот, кстати, вот это вот решение похожей задачи, видите, слово спираль, да, решение похожей задачи, которая была, собственно, в прошлые годы в МШ, в вечерней математической школе, так что я не зря говорил, что это олимпиадная задачка для младших в школе. Отвечаю на вопрос человека с ником Андерсон. Я обещал сделать разбор, просто никогда руки не доходили. Вот сколько у меня не было таких мероприятий, в смысле лекций, я обещал делать разборы. Вот. А тут, поскольку все равно сидим дома и можно в любой момент устроить вот такое, как сейчас, да, то выяснилось, что разбор сделать удобно. Значит, задачка про спиральки, она формулируется длинно, нет, нет, это просто разбор. Она формулируется длинно, но в действительности очень простая. Идея стоит в том, что у вас есть какой-то, сразу скажу, каунтер, который считает количество букв, буквы в вашей спиральке. Не так, количество буквы вообще в чем угодно. Вот. Хранит его, типа, одна буквка А, две буквки Б, три буквки С, четыре буквки Д и пять буквки Е. Ну вот, вот так вот. Единственное, что он дополнительно умеет, чтобы служба медом не показалась, это выводить содержимое, значит, себя в виде вот такой спиральки, а не в строчку. Вот. В принципе, эта задача была бы задачей на перегрузку методов, потому что она, собственно, где-то к этому месту прибабахана. Но в нее вкралось вот это самое дополнительное условие из олимпиадной задачки для младших школьников, ну и, видимо, из-за этого какие-то с ней проблемы. В чем идея? Идея в том, что у вас есть А, штука, которая хранит каунтер символов. Этот каунтер она умеет выводить вот таким способом. Вот. И поддерживаются аритметические операции сложения, вычитания, умножения на число. Кажется, все. Вот. А, еще итератор поддерживается. Он должен уметь итерировать по всем чиселам, по всем своим этим самым буквкам. Дополнительные свойства, которые тут описаны, на самом деле восходят к свойству каунтера. Например, буквы должны появляться в вашей строке в упорядочном, как вы видите, виде. Вернее, так, сгруппированном по буквенной виде. А вот в порядке их появления... В порядке их появления у вас в вашей... Или все-таки отсортированной. Давайте посмотрим. Да. В порядке их появления. При сложении новые добавляются в конец. Ну, в общем, понятно. Вот. Собственно, все. Почему я говорю, что это каунтер? Потому что каунтер это словарь специальным образом обработанный. А словарь у нас как раз будет хранить последовательность ключей в порядке их появления. То есть, вот ровно то, что нам и нужно. Соответственно, если мы что-то добавляем к этому словарю, новые элементы будут добавляться в конец, а старые будут увеличиваться. Вот. Собственно, вот и все. Вот и все условия. Те, кто много над этой задачей думал, я думаю, что и без меня все это понимают. Поэтому давайте сразу перейдем к решению. Я буду подглядывать в паргалку, чтобы не было такого, что я что-то такое туго соображаю, оно не работает. Вот. Но постараюсь написать программу с нуля. Значит, это у нас что? Это у нас спираль. Вот. Значит, нам понадобится, естественно, каунтер. Назовем ее для простоты C. Я сейчас посмотрю, тут много этого. Нет. Можно не назвать ее для простоты C. Ну и мы пишем, собственно, наш класс спираль, о котором, собственно, шла речь. Что мы здесь делаем? Ну, делаем и нит. Вот так вот. Кажется, у нита требуется, да, требуется, чтобы у него была строчечка. Забьем ее пустой на всякий случай. Ровно здесь мы применим наш прекрасный каунтер. Каунтер, скажем, self.cels, ячейки наши, равняется каунтер от string. Что при этом произойдет? При этом у нас в поле cells заведется словарь, вида, символ, двоеточие, количество его встречания в нашей строке. И этого вполне достаточно для того, чтобы соответствовать условиям задачи. То есть выводить вот эту вот спиральку из тех символов, которые там встречаются. Видите, да? Что мы сделаем? Ну, если у нас, например, в нашем каунтере, в нашем cells написано, что a у нас одна, мы выведем одно a, выведем 2b, выведем 3c, ну и дальше по кругу. Собственно, для того, чтобы этого сделать, нам надо сразу задуматься об итераторе. Все равно это нужно делать. И мы этим итератором потом будем 100-500 раз пользоваться сами. Поэтому нам нужно подумать об итераторе по нашей последовательности. Конечно, было бы не дурно хранить всю строчку, но на самом деле совершенно не сложно из нашего каунтера выдать строчку, причем именно правильного вида, когда у нас сначала идут первые символы в количестве, потом вторые, потом третьи, ну и так дальше. Что мы должны возвратить? Мы должны возвратить что-нибудь такое. Значит, давайте подумаем, что мы должны сделать. Мы должны вывести сначала, грубо говоря, self.cells. Ну, сейчас, давайте я пока напишу. Это будет псевдокод, который мы потом поправим. Значит, что-то типа for key, запятая val in self.cells.items, да? К нам приезжает ключ, то бишь, буковка, и сколько этих буковок есть. Дальше for in range. Вот val yield. Вот. Ну, по-моему, очень красивая картинка. Я даже не буду приводить тот глупый хак, который я в данном случае использовал в своем решении. Он однострочник, но он гораздо менее читаемый. Давайте мы оставим как есть. Мне это даже больше нравится. Да? Что сейчас произошло? Мы... А давайте проверим. Давайте сейчас прямо и проверим, насколько это работает. S равняется спираль от, ну, скажем, a, b, s, s, d, 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 d. Да? List от S. Та-дам. Та-дам. Все хорошо, работает. обратите внимание кстати что если мы здесь зададим что-то вот такое то все равно получится как надо наши символы будут показаны нам в порядке встречаемости и столько столько что потому что салв целся ли смотрите по очень простой причине потому что она их вернет ой она их возвращает в том же порядке в котором надо до хороший вопрос возможно вы правы давайте мы подумаем об этом похоже вы правы и и отлично отлично женя значит смотрите действительно вот видите а вы говорите еще проще все на самом деле цел элемент почему целос потому что ячейки давайте проверим давайте сделаем здесь закладку вдруг я мы что мы что-то с жене тут не предусмотрели и такая штука не работает но такое ощущение что она работает такое ощущение что она работает давайте здесь подпа положим закладочку отлично шикарно просто просто офигенно зачем нам понадобилось инвертить всю эту ерунду я даже не помню сейчас попробую найти кажется этот инверт был просто в условиях нет не было окей тогда не будем пока писать инверт посмотрим зачем он нам нужно что нам еще нужно ну видимо нам нужно какая-то ли при какой-то репрезентейшн от нее хотя мне он не понадобится это тоже лишнее да а нет репрезентейшн от нее нужен потому что нужно квадратик делать давайте сначала сложение нарисуем да о все понял о чем речь идет дел под чё там причем чё там type self от плюс а нет секунду у видимо лист так давайте проверим если нет нам придется сделать такие из нее строчечку но это может быть не так страшно так да вроде вроде работает давайте сделаем поменьше чтобы было видно чтобы было видно что она работает ну вот смотрите у нас три буква должно быть две буквы с 44 буквы с 2 буквы d и 2 буквы f и 1 двоечка все хорошо давай теперь вычитание попробуем дев сум селф а до что нам там с вычитание с вычитаем интереснее да с вычитать хотя там же надо просто ну-ка ну-ка return type от селф а дальше мы просто берем и вынимаем селф .целс минус азар .целс получаем новый словарик и у меня такое ощущение что это все давайте посмотрим как как-то честно мое решение было гораздо хуже чем то что у нас получается да значит обратите внимание вот на эту конструкцию она очень веселая я вычитаю каунтеры вы можете почитать в документации нельзя потому что давайте проверим нет нельзя нельзя потому что он ну короче нету нету сложения для ща вместо сложений вот это вы хотели да да похоже что вы правы похоже что вы правы да 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 очень хорошо совсем красиво видеться вообще вообще лафа пол так что еще умножение на число ну там тоже ничего сложного господи ну где у меня тут а точно так же да такое ощущение что точно так же ну прям вот ну прям вот не сходя с места чё не ну а а за потому что тут ну в общем нету окей тогда тут сделаем просто лист и все будет тадам не тадам не тадам чё сделал не так а вот тут как раз слово слово целость было лишнее я торможу у нас же есть итератор ну вот вот это оно окей что там еще нам не хватает строковая репрезентация вот строковая да носит правое умножение естественно надо сделать его делать не надо что остается ну длина еще это такое неинтересное все даже не знаю что написать ну например вот это длина да сумма всех длин все это неинтересно вот теперь давайте займемся собственно второй частью который вот обратите внимание все работает сразу то есть вот так бы выглядела эта задачка если бы не вкрапление олимпиадный олимпиадных задач для младших школьников олимпиадные задачи для младших школьников которые мы уже видели выглядит примерно следующим образом давайте мы сначала научимся формировать поле заполненное заполненное нашей спиралькой а потом научимся его выводить вот вот пишем создадим внутреннюю функцию square которая в принципе даже может быть вот так вот выглядеть чтобы чтобы осознать что она внутренняя вот а дальше алгоритм алгоритм в общем до безумия простой давайте посмотрим на эту картинку я кстати не зря на этой картинке взял именно вот эту последовательность она как бы подсказывает нам по какому принципу все это надо заполнять да смотрите один шаг вправо два шага вверх три шага влево четыре шага вниз пять шагов вправо как вы думаете что будет дальше шесть шагов вверх ну короче вы меня поняли да семь шагов влево у нас оказывается при размещении вот этих наших элементов в виде спирали мы просто очень тупо наша спираль состоит из отрезков каждый из которых на единичку длиннее предыдущего единственное что надо научиться делать это менять вот эти направления с каждым шагом ну вот значит давайте мы эти направления и создадим dx dy значит первое из направлений это значит у нас вправо то есть сейчас подумаю вправо ли видимо вниз сначала вниз да это ноль а по игреку один да следующее направление это собственно вправо 1 а по игреку ноль следующее направление это я так понимаю вверх ноль а по игреку минус один следующее направление так понимаю влево минус один а по игреку ноль вот поле наше будет представлено есть два варианта либо мы делаем такой байтерей Потому что байтеры, если вы помните, в питоне это такие строки, которые еще и модифицировать можно. Очень удобная штука. Но кажется, к этому моменту лекции байтеры у нас не было. У нас вообще его не было в явном виде. Поэтому можно сделать по-другому. Можно сделать словарик, у которого координатами будут просто тюпли. x, y. Вот мы так и сделаем. Что еще? Нам нужны еще всякие промежуточные переменные. Их будет довольно много. Просто максимальное значение x, максимальное значение y. Минимальное значение x, минимальное значение y. Ну, короче, куча разных переменных. Давайте я просто перепишу их со шпаргалки. А дальше мы разберемся, для чего каждая из них нужна. Только не так. Это вот у меня в шпаргалке написано, на самом деле, вот так. Что там еще? Две переменные цикла. Минимальный x. Максимальный x. Минимальный y. Максимальный. Минимальный, да? Вот так вот. И все это равно 0. Вот. Дальше поехали. for e in e e numerate itself. Что мы сделали? Мы прошлись по вот этому вот итератору. Вот. Еще его e, e. И его занумеровали. Нам номер понадобится в дальнейшем. Так. Что мы делаем? Ну, для начала мы расписываем конкретную координату нашей функции, нашей, нашей, в нашем, в нашем поле, расписываем символом c. У меня здесь c написано. Значит, c. Записали часть спиральки в нужную координату x, y, которая по умолчанию равно нулю. Вот это вот у нас 0, на самом деле. Если кто не заметил, это 0. Вот. Что дальше делаем? Перевычисляем минимальные и максимальные значения. Мы в конце концов получим у массивчик, у которого будут отрицательные индексы. Поэтому мы на всякий случай перевычислим весь этот mx, my. mx, my, mx, my равняется минимум из x. Что там? mx, x. Да. Минимум из my. Я пишу не думая. Возможно, есть гораздо более простые способы решения этой задачи. Но я же говорю, по большей части я не думал, когда я это взял. mx, x. Максимум. Максимум из m, y, y. Так. Так. Подвинули наши рамочки. Ну, а дальше говорим вот что. If и больше равно n. n это количество шагов, которые нужно сделать в соответствующем направлении. Да, мы помним. 0 шагов, 1 шаг, 2 шага, 3 шага, 4 шага, 5 шагов и так дальше. Если и больше равно n, нам нужно поменять направление. Что мы делаем? k плюс равно 1. n плюс равно k. g равняется g. g плюс 1 процентов 4. А вот это знаете, что такое? Это индекс в массиве направлений. Ну и собственно x, y равняется x плюс dx житая y плюс dy житая. Вот. Что мы должны вернуть? Мы должны вернуть эту внутреннюю функцию. вернем мы вернем мы наше поле field и наверное пары mx mx m y m y Нам же еще это выводить в виде спиральки. То есть нам-то нужно построить массив, у которого 0 в левом верхнем углу. А здесь у нас mx, m y там отрицательные числа в верхнем углу. Кажется, это все. Давайте посмотрим, насколько, что тут получилось. Итак, направление. Будущее наше поле, которое мы заполняем звездочками. Вот. Точнее, это список координат звездочек. Если уж на то пошло. Только это не звездочки, а буковки. Поэтому сами буковки тоже надо помнить. Да? Значит, проходимся по всем нашим буковкам от начала до конца. Первую из них записываем в 0,0. Здесь мы меняем. Кстати, мы могли бы поменять это и по-другому. Мы могли бы посчитать минимальные и максимальные значения в ключах f в самом конце. Но мне кажется, так нагляднее. Да? А дальше мы говорим. По соответствующему направлению надо сделать n шагов. Да? Один шаг, два шага, три шага, четыре шага, пять шагов, шесть шагов. Да? Шесть. Смотрите, читаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть шагов. Да? Семь шагов. И так дальше. Соответственно, определяем, сколько нам еще шагов нужно. k. Определяем следующую границу, когда нам надо поворачивать. То есть, когда i станет равно n. То бишь, через k шагов. Да? И меняем направление. Ну и дальше все. Ну давайте мы теперь напишем функцию, которую делать из этого строка и убедимся, что она работает. str от self. Это был str от self. Так. Ну, что сделаем? Сначала мы изготовим квадрат. Да? Значит, получим обратно все эти данные. Self.square. Вот. Обратите внимание на то, что вот такой причудливый, приходливый способ передачи данных я избрал непонятно с какого панталыка. Макс, спасибо. Спасибо, Андрей. Вот. Не понятно с какого панталыка. Я бы мог написать просто возвращать пять значений. Я мог написать возвращать тюпль, что хотел написать. Но я как бы возвращаю, понимаете, координаты, да, там, координаты, то есть не координаты, а F и диапазоны, F и диапазоны. Ну, какая разница, если всегда можно вот так присвоить. Так тоже хорошо. Вот. Осталось нам теперь вынуть из этого F, из этого словаря, все наши символы, а все координаты, по которым символов нету, запомнить пробельщиками, как было сказано в условии. Ну, как это будет выглядеть? F точка get вот x запятая y ну, только вот так вот, да. Это в случае, если он есть. Вот. А если нету, то пробел. Да. Вот такая, вот такое обращение к нашему словарю, вынет из него нужный символ по координатам, ну, с ключом x, y. Если он там есть, а если нет, то пробелчик. Шикарно. Тогда просто надо все это сложить, да. То-то типа, что, как сложить? Ну, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Создадим строчку. Как мы создадим строчку? Вот так вот. For x in range от чего? mx mx создали строчку? Нет, это еще не строчка, это итератор от строчки. Вот так вот мы создали строчку. Вот. Да. Пожалуйста, на каком месте мы остановились? Я говорю, что теперь у нас, поскольку мы умеем делать вот этот квадратик, мы можем этот квадратик просто взять и склеить. Значит, как его склеить? Ну, вот так мы получаем один элемент из этого прямоугольничка квадратика по координатам x, y. Ну, в действительности это просто элемент словаря с ключом ключом x, y. Если соответствующая, ага, если соответствующая, соответствующий элемент, буква, была нами прописана в квадратик, то она возвращается, если нет, возвращается пробелечек. Очень удобно. Поэтому мы берем и по всей строке проходим наш сформированный квадратик, а дальше его джойним. Вот вам одна строка. Теперь надо эти строки тоже поджойнить. Очень просто. Значит, for y in range от m y , m y в эту всю фигню тоже джойн. Ну, несколько монструозно, но несколько монструозно, но по крайней мере понятно, что имелся в виду. Мне кажется, что это все. Если я нигде не ошибся прямо вот по ходу воспроизведения всего этого безобразия, давайте проверим. Ну, во-первых, синтаксических ошибок нету. Во-вторых, давайте попробуем отлично. В-третьих, давайте попробуем сказать print спираль от ну, вот такую штуку. Ага, там скваре у нас с подчеркиванием. С подчеркиванием у нас скваре. Да, хорошо. dc. Сейчас посмотрим, какие-то мои ошибки. dx, конечно. какие-то мои ошибки переписывания. set object is not subscriptable. Я думаю, что здесь должно быть тюпли. Почему я здесь нарисовал, почему я здесь нарисовал эти самые фигурные скобочки, одному богу известно. не получилось. Не получилось. Сейчас посмотрим, что не так. А, ну, во-первых, конечно, тут у нас backslash M. Так. Бабам. Единственное, что мне почему-то не нравится отсутствие букв F в этом месте. То есть, он выводит, но почему-то не до конца. Сейчас попробуем посмотреть. Лист, спираль. вот тут все правильно. А тут что-то у него какие-то, какие-то, какие-то M.Y. M.Y. M.X. M.Y. M.Y. M.X. Где-то я ошибся. Просто тупо переписывание у меня не сработало. Ну, давайте еще раз проверим. То есть, вот так вот у нас есть много D и много F. А вот так вот у нас почему-то на четвертом D все заканчивается. Что я сделал не так? Какой-то off-by-one, братцы, давайте искать. Вот этим я не люблю разборы в онлайне, потому что задача сложная. Я могу сейчас показать шпаргалку, она выглядит почти так же, но это же не спортивно будет, да? А, господи, я тормоз. Я тормоз, 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 а вовсе не медведь. Конечно. Конечно. включительно. У нас же этот чертов и мыгрик с правой стороны включает вот, вот, да, это, ну, короче, вот, все. Все. Мы можем, можем прямо сейчас даже проверить, работает ли эта задача на наших этих самых спирал.пы, да? Называлась она спирал, что спирал стринг. все тесты прошла. Это было решение первой задачки. Давайте еще раз на нее посмотрим. Ничего в этом нету вообще волшебного, то есть от слова совсем. Спасибо, спасибо Жене, который еще сильнее упростил решение задачи. У меня было сложнее, тут вообще ничего делать не надо, кроме вот этого. вот это как бы не представляет собой никаких сложностей, с учетом того, что это просто движение по спирали. Ноль шагов вниз, один вправо, два вверх, три влево, четыре, ну, и так дальше. Все. Мне кажется, пора переходить к следующей задачке, тем более, что мы на F потратили 45 минут, а это многовато. Многовато, ибо я не рассчитываю больше, чем на полтора часа. А то все просто изжарятся. Так, что у нас есть? У нас есть еще калькулятор. Абсолютно непонятно, почему он. Знаете что, калькулятор я писать не буду. Калькулятор я вам покажу в конце. Вот. Потому что там нечего писать. Он тупо реализует условия. И это я прям покажу на примере кода. А вот МРО, МРО, пожалуй, я вам покажу. Там есть несколько вещей, про которые хочется сказать. Упражнение номер два. Задачка на воспроизведение алгоритма метод Resolution Order в Питоне. Задачка на воспроизведение метода Resolution Order в Питоне. У вас большая часть из нас решила эту задачку путем эксплуатации функции экзек в Питоне. и состояло решение в том, сейчас давайте я покажу, это, конечно, читерство, но так тоже можно было. Хотя, конечно, это не спортивно. Все. Понятное дело, что это, конечно, читерство. Читерство вставило в том, чтобы вырезать все строчки вид типа класс из класс двоеточия, из входного текста, вписать им в конец паз и перевод строки, сформировать получившуюся такую строку из вида класс что-то там паз и скормить его Питону с помощью метода экзек. Кстати сказать, тут даже не очень хорошо сделано, потому что тут вмешивается... Я делаю это в текущем namespace. По-хорошему нужно было, конечно, в изолированном namespace это делать. Ну, в общем, без разницы. Конечно, все это очень хорошо, но хотелось бы уметь задачку эту решать по-человечески. Сейчас я попробую эту задачку решить по-человечески. Надеюсь, мы с вами не изжаримся за это время. Давайте мы сходим на... Куда мы сходим? Сходим на docs.python.org и поищем это самое mru. вот оно. На самом деле, как это ни странно, самый... совершенно не странно, самый правильный текст про это самое mro, он на сайте питона, еще от 2 третьего питона. Вот. Читаем. Как работает mro? mro работает следующим образом. Мы берем объект и... Ну, класс и его родителей и делаем из них линеаризацию то самое по принципу mro c3. Как устроена линеаризация? Линеаризация от класса, у которого есть вот такие родители, это список, состоящий из самого класса в начале и слияние линеаризацией родителей и еще вдобавок списка этих родителей. Собственно, вот это будет проверять порядок наследования, будет проверять зависимость наследования, а вот это будет проверять порядок объявления классов вот здесь. И именно конфликт между следованием внутри этих линеаризаций и вот этого порядка будет пройдет к тому, что некоторые из наших конструкций не будут восприниматься питоном как валидные с точки зрения mro c3. То есть сама линеаризация устроена предельно предельно просто, я бы даже сказал вырождена. Вот. Невырождена устроена процедура слияния мерш. Процедура мерш, на самом деле вот ее все описание, которое говорит следующее. Мы берем первый элемент для начала нулевого списка и смотрим, чтобы этот первый элемент для начала нулевого списка встречался только в началах списка и никогда не встречался в концах. Начало списка это его заголовный элемент, а конец это все остальное. Тейл. Если это так, значит этот элемент а не является ничьим предком больше, б не идет после никого в списке объявлений вот внутри вот такого списка. Значит он годный и может считаться следующим кандидатом как элемент линеризации. Если мы взяли такой элемент и увидели, что он встречается в оставшихся у нас списках в качестве не первого, значит он негодный и надо переходить к следующему списку. Возможно в нем есть такой элемент первый, который встречается только в начале и не встречается ни в каких хвостах. Если мы дошли до ситуации, что ни одного такого элемента нету, то есть любой заголовочный элемент всех списков нашей будущей реализации при слиянии содержится обязательно как незаголовочный в каком-нибудь из хвостов, значит реализация невозможна. Собственно вот весь алгоритм, который нам следует реализовать. Давайте попробуем это сделать. def merge от у меня написано мроз и это будут просто значит вот это мроз это просто список классов больше ничего. Вот просто список классов, которые нужно вернуть линиеризовать, то есть сходить к их линиеризациям этих классов, там в них построить ну короче вот значит обратите внимание что merge на сайте у него в качестве параметров уже сами линиеризации устроены, а merge который у меня в нем просто список классов. Из этого списка мы сделаем список линиеризаций, то есть еще раз сходим к merge сами, и сделаем список самих классов. Такие дела. Ну вот давайте его строить. Значит предположим что у нас есть какой-то преобразованный список классов, то есть вот вместо вместо вот этого вот этого всего мы жуем эту строчку и делаем словарик у которого имя класса, а дальше последовательность его бритков. Вот. И готовый кэш линиеризации, чтобы нам не проделывать процедуру взятия линиеризации от того, что мы уже делали. Вот. и то и другое это просто тупо словари. Предположим, что они уже есть. Ну вот. Что мы делаем? Во-первых, мы проверяем, что этот список мроз что этот список мроз не пуст. Вот, чтобы нам не мешало. То есть если он пуст, отлично у нас нечего сливать. Теперь давайте смотреть. Давайте сформируем ровно вот этот вот список, который указан на сайте, ровно по тем правилам, которые тут написаны. Как это устроено? Давайте напишем. Значит, равно сам класс С. Что тут написано? Линеаризация. Давайте сформируем, что такое линеаризация. Линеаризация это сам класс С и слияние его предков. Так. for C in mros. Вот. Это что? Это один элемент. А, это вот это все на самом деле. Вот. То есть в начало еще нужно добавить C добавлено и еще плюс mros. А это вот это. Список тех предков, которые у самого класса в том порядке, в котором они идут в объявлении. Обратите внимание на вот такую конструкцию. Я сам узнал, что это как это. Я сам на нее смотрел со словами что так можно было. Оказывается так можно было. Вот. операция распаковки в этом случае работает. Ну и отлично пускай работает. Вот. Но было бы это конечно все хорошо, но хотелось бы все-таки сделать две вещи. Ну во-первых сходить к кэшу l чтобы каждый раз не а вдруг у нас уже есть линализация от c зачем на ими еще раз вычислять. Вот. Поэтому мы делаем вот так вот и пишем l дальше нам что нужно сделать. Дальше нам нужно сказать .get как мы это делали но поскольку нам нужно еще записать на set default от c эта штука нам вернет эта штука нам вернет c в случае если в кэше она есть а эта штука нам сконструирует это самое c если ее там нету только извините я сейчас боюсь соврать это неправильно вот это неправильно а вот так вот это надо сделать вот извините я вам соврал вот значит давайте посмотрим на эту картинку мне кажется это все давайте посмотрим на эту картинку и так мы конструируем вот ровно по этому алгоритму который здесь описан вот эту вот самую линеаризацию как слияние других линеаризации вот это линеаризации мы их сливаем но это вот эта вся конструкция происходит только в том случае если у нас нету готового значения в кэше линеаризации то есть либо мы берем lc либо мы присваиваем lc вот эту штуку кстати рекурсивный вызов для всех классов которые нам приехали ну а в конец список классов вот такая картинка в этой картинке есть одна засада которую я потом покажу надо чуть-чуть усложнить короче говоря вот это несложная формула это собственно вот эта формула с добавлением кэша а l чтобы в случае если нам известно от конкретного класса c известно уже линеаризация вычислена не вычислять ее повторно да вот ну чего а дальше мы реализуем алгоритм пока у нас есть элементы в списке да пока у нас есть берем каждый список for s mts если он пустой ну сразу забьем на их можно было удалять у меня был вариант решения когда я просто удалял пустые списки из вот этой нашей строящей сериализации но сериализации линеаризации но так оно как-то наглеет отлично ну чего берем заголовочный элемент первого списка прям как по алгоритму проверяем что проверяем нам нужно проверить что этот заголовочный элемент не является хвостовым элементом не входит в хвост ни одного из этих списков здесь первая трабла которую за неимением времени и я чувствую что все потихонечку поджариваются у нас еще дофига работает я объяснять я показывать не буду то есть я на эти грабли не буду прилюдно наступать грабли стоят в следующем ну давайте я напишу напишу что я сделал значит что нам нужно проверить что во-первых либо элемент содержится в в голове списка тогда он точно не содержится в хвосте иначе это будет неработающая штука в конце концов если это не так мы это можем проверить там на вводе если у нас класс зависит сам от себя это плохой негодный класс или если несколько раз встречается в списке наследования это все плохой негодный класс вот то есть если он содержится в голове значит он точно не содержится в хвосте проверять не надо ор е нот ин и вот здесь вот те самые грабли не надо писать вот так это очень плохое место и эта штука выполняется внутри цикла внутри цикла и вы вот в этом квадратичном месте будете порождать под список новый новый под список старого списка единицу меньше то есть будете копировать делать вот эту память не жадничайте проверьте весь список это на одно сравнение больше и на одно создание списка меньше так что все все нормально ну и собственно о чем речь for ss и это первое место где у меня были проблемы с оптимизацией и пока я не выбросил вот здесь вот вот здесь вот не выбросил не выбросил вот такое что нам нужно проверить а да значит смотрите если это верно то есть если мы нашли годный класс который может войти в сервисацию выполняем условие вот это выбросить его изо всех остальных вернем его е да очередной класс синеризации и удалим его из всех элементов нашего нашего с большого да for ss in s if во первых если он не пустой и если ss нулевое равняется е дел ss нулевое вот ну можно на самом деле здесь даже сказать вот так вот я не знаю нужно это или не нужно кажется кажется он немножко убыстрее отработан вас что я сделал да я просто я просто взял и и поудалял из этого списка пустые я обещал их не удалять вот здесь но теперь я их удаляю этот вот этот оператор все равно нельзя выбрасывать потому что там может сразу приехать набор пустых списков и мы ничего ничего с этим не сделаем кстати попробуем потом когда заработать попробуем удаляем все вот я подозреваю да ну и брейк да мы нашли это вот это вот этот цикл который 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 проверяет что хотя бы в одном из подсписков найден такой заголовок который не встречается больше нигде и это в точности реализованный алгоритм мрот ну давайте что-нибудь придумаем если мы вышли отсюда то есть на каком-то этапе значит мы внезапно поняли что нет у нас список не пустой с список списков да там нет ни одного то есть там там есть какие-то элементы но они так расположены перестановлены что нет такого который встречается только в голове не встречается хвоста это означает что у нас ситуация безвыходная мрой невозможен но мы же написали тут внезапно итератор значит мы не можем просто что-то заретернить ну значит бросим исключение ну скажем type 1 все это мрот c3 встречайте с одним серьезным изъяном прям серьезным изъяном который позволяет вот этому мрот c3 работать быстрее чем рот c3 питоновский потому что это неправильный алгоритм я думаю что люди которые следят за за руками понятное дело не обладают такой сверх световой скоростью мышления чтобы понять где в этом месте ошибка демонстрировать я ее видимо не буду скажу сразу в чем она заключается смотрите вот мы построили список этих самых мрот c3 мы собственно возвращаем в качестве очередного класса очередной элемент вот наших классов более того мы собственно вот целая с отцы в качестве в качестве вот этой штуки здесь используем да проблема состоит в том что когда мы удаляем элемент из вот этого списка реализации на самом деле мы удаляем его вот отсюда к нам же приехали списки которые мы там храним и мы прям эти списки по черному модифицируем в общем когда я поставил вот сюда копию у меня все заработало в пять раз медленнее зато заработало вот с этим в питоне надо быть очень аккуратным да если вы внезапно получаете откуда-то список и этот список собираетесь модифицировать есть шанс что вы делаете это по живому то есть я фактически без этого копия редактировал прямо вот эту таблицу целая она очень быстро пустела вот печаль состояла в том что текущий набор тестов это пропускает там есть место значит там нужно несколько классов которые одинаково ссылаются определить вот тогда тогда значит тесты не пройдут но собственно все вот это уже мрации 3 чистой воды так к сожалению я не могу продемонстрировать как он работает пока не сделаем парсинг входной страйке входной последовательности этот парсинг примерно столько же занимает но он совсем не такой хитрый ну чё давайте мы при импортируем регулярное выражение раз уж на то пошло да импорт ре вот ре ре класс как у нас будет выглядеть класс ну давайте смотреть r что там класс дальше что ну какое-то количество пробелов дальше что скобочки имя класса имя класса это не скобочки это кармашек запомним имя класса дальше опять какое-то количество пробелов возможно нулевое вот дальше что дальше собственно скобочки внутри которых у нас будет ну что угодно Вот. И это надо запомнить все безобразие. Надо запомнить все безобразие. Вот это. Сейчас я посмотрю. Вот это безобразие надо запомнить. Единственная проблема состоит в том, что его может не быть этой всей фигни, поэтому надо еще вот так вот сделать и обмазать это вопросительным знакомом. Вот. На всякий случай против мерзких тестов и мерзких подготавливающих тесты экзаменаторов проверим, что там еще в конце есть двоеточие. Ну не в конце, а где-нибудь. Вот. Вот собственно регулярное выражение. Мне кажется, я его хорошо переписал из шпаргалки. Так. Смотрите. Значит еще раз. Как известно, регулярные выражения невозможно читать, их можно только писать. Но тут в общем понятно. Класс, пробелы, имя класса. Запоминаем его. Неизвестное количество пробелов. Дальше. Группировка. Ради того, чтобы отличить классы без предков и, соответственно, без скобочек от класса с предками со скобочками. Дальше. Возможные скобочки, внутри которых идет что угодно, потому что это что угодно мы будем потом парсить. Так. Ну дальше начинается, равняется. Input. Точка. Ну скажем, R-strip. Зачем R-strip, не помню. Ну почему-то он понадобится. А! Не, не помню. Пускай будет R-strip. Не знаю. Переписываю. А, понятно зачем. Он там могут быть какие-нибудь пустые строчки, какие-нибудь пробелчики. Вот эти все пробелчики справа мы отковыриваем. File.s. Да. R-strip. R-strip равняется R-class.match От S. Да. Поматчили наше регулярное выражение. Если оно встретилось, значит мы встретили хорошее годное описание. Если мы его встретили, в чем мы делаем? Имя класса и список его родителей, parents, это просто тупо группы. Да? Смотрите внимательно. Это действительно так. Да? Имя класса. Это и первая пара скобочек, которая запоминается. А вот это вторая пара скобочек, которая запоминается. Вот она. Все родители. Отлично. Но только надо еще... Да. Заполним наш словарик классов. Ну что он? Ну, во-первых... Там будут пробелы. Уберем эти пробелы к чертям. For C. In. Par. Split. Запятые. Классы разделяются запятыми. Вот. Единственный вариант состоит в том, что у нас может быть пустой пар. Вот. И тогда надо написать... А, кстати, он может быть пустой или нет? Он может быть пустой, если скобочек нет. Вот если эти скобочки... Если у нас класс пустой, ну, значит... Значит, пустой список. Вот. Да? Значит, он может приехать пустым, если вот этот вопросик сработал как нолик, потому что у нас класс был без родителей. Все. Дальше мы что делаем? Говорим, попробовать запарсить наш класс и занести в кэш результат линеаризации. То есть вычислить линеаризацию от этой штуки. Линеаризация по правилам состоит из самого класса. Дальше. Вот этой мержилки нашей. Обратите внимание на то, что еще раз мержилка в алгоритме описана через сами линеаризации список классов. Моя мержилка принимает сначала список классов, потом сама строит вот это вот, сами линеаризации список. Вот. Пробуем, значит, ее помержить. Заодно кэшируем результат. Если к нам приехал type error, значит, невозможно. Ну и break. Все. Приплыли тапочки. Вводим следующий элемент. Если цикл закончился, bring this. Синтекс из регулярных выражений в каждом языке программирования немножко свой. Этот очень сильно напоминает синтекс из регулярных выражений в перле, сделан по его образу и подобию. К сожалению, так, да. Так что изучать надо именно под тот язык, который вы знаете. Но, понимаете как, это мелочи по сравнению с тем, чтобы вкуривать регулярные выражения сами по себе. Так, что, давайте попробуем. Я вот не уверен, что я написал все прям вот, не сходя с места. Но бог его знает. Ну, давайте его прям-прямо запустим. Python. Мру. Так, какие-то проблемы. Давайте смотреть. Одиннадцатая строчка. А что она пишет? Инвалид синтекс говорит. Так, какой он инвалид синтекс? Все хорошо же. Не вижу. Не вижу. Я пытаюсь сравнить. Ну, давайте посмотрим. Давайте ни с чем не сравнить. Давайте пытаться так. С. А, господи, прости. Когда же, наконец, вот. Вот, 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 вот. Миссинг скобочка. Нтерминейтинг. Сампаттерн. Позишн 8. Вот, ну, другое дело. Так, ну, тут понятно. Тут что-то у нас со скобочками не то. Да? Это какой мы, какой мы, вот эту, да? Давайте посчитаем, где тут скобочки неправильные. Вот, тут скобочки неправильные. Гроупсы. А надо. Но интересно же. Гропус. Гропус. Шаловливые ручонки. Спасибо. Спасибо, Женя. Грпоус. Еще лучше. Шаловливые ручонки. Так. Там где-то нами было вместо name. Точно. Это был не класс. Опа. Она. Так. Ну что, пробуем тестировать. Эта штука называется Maro C3. Опаньки. Yes. No. Не хорошо. Что-то значит я. Что-то значит я напутал. Ну, давайте вот что сделаем. В целях экономии времени наших мозгов. Просто посмотрим, какую я сделал ошибку. Ну, просто иначе мы задолбаемся. Сейчас. Ну, депы я тут не использую. Так. О, V+. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Действительно. Та-дам. Та-дам. Без Е. Нет. Да. Вот. Две секунды. Ну, в общем, порядок примерно тот же. А, нет. Это горячие кэши. Видите, уже одну секунду. Уже меньше двух секунд. Это вот наше решение. Собственно, все. Вот вам решение задачки про Maro C3. Вот. Значит, две главные грабли, которые я встретил при решении этой задачки, это вот этот копия. Чтобы нам не редактировать сами списки, которые лежат в CLS от C. Это плохая идея. Вот. И вот это место на самом деле, давайте я покажу. На самом деле, если сказать, давайте так сделаем. Давайте попрофилируем немножко, посмотрим, где мы сидим больше всего. Ну, вот, как видите, дикое количество времени больше, чем все остальное вместе взятое. Больше полутора секунд. Мы сидим в 16-й строке в Генэкспоре. 16-я строка Генэкспор. Вот здесь мы сидим. Вот. Вот здесь мы сидим. То есть, чем эффективнее будет вот эта проверка, тем быстрее будет работать наш алгоритм, потому что никакие другие конструкции столько времени не жрут. Вот. Вот ровно в 16-й строке мы проводим больше половины времени нашей этой самой вот. Ну, в общем, вы меня поняли. Вот 11-я строчка еще довольно тяжелая, но она несравнима с 16-й. Да, два порядка меньше. Видите? Хорошо. Значит, не слышу протестующих криков, значит, нужно сделать третий этот самый калькулятор. Вот. Он длинный калькулятор, поэтому, с вашего позволения, ну, условно длинный, я не буду его писать при вас, я его просто посмотрю. Вот. Значит, условия калькулятора, значит, да, мое соображение, мое недоумение было связано с тем, что я просто реализовал все, что написал в этом калькуляторе. Вот. В том виде, в котором написал, ну, понятно, что там были изменения, когда я сталкивался с какими-то неоднозначностями, на которые мне указывали люди, но я реализовал то, что там было написано, и просто так, как там это было написано. То есть я не отходил от того, что там есть. Ну, в общем, давайте посмотрим. Значит, что написано? Пробелы в строках игнорируются. Так. Пробелы в строках игнорируются. Это значит, что мы должны сначала все пробелы поудалять. А, нет. Если это комментарий, то мы сразу говорим. Ребята, это комментарий. Команды игнорируются. Следующая проверка, это проверка на то, что у нас идентификатор равно выражение, то есть, что у нас есть операция присваивания. Вот мы берем нашу строчку, сплитим ее по равно. Если это равно входит в строчку, то это предположительно операция присваивания. Правда, если этих равно больше, то это точно синтекс error, это написано, если этих знаков равенства больше, чем одно, это значит, что справа от первого равно стоит невыражение, а если справа от него стоит невыражение, это синтекс error по определению. Поэтому мы просто вваливаемся. Дальше. Если слева стоит неидентификатор, то надо вывести ошибку синтекс error. Что мы делаем? Матчим, что слева, то есть, в нулевом элементе нашего V стоит неидентификатор. То есть, мы матчим, что там стоит идентификатор, а потом говорим нод. Что такое идентификатор? Давайте смотреть. То есть, тупо последовательность букв и чисел, начинающиеся не с цифры. Ну, вот она и есть. Тут, правда, есть маленький хак, который состоит в том, что backslash V еще русские буквы понимает, но русских букв там нет. Я не знаю, писал я об этом или нет, но их там нет. Так, следующее условие. Следующее условие уже на выражение. То есть, мы проверили, мы проверили, что это ассигмент неправильный. Если он правильный, мы проверяем, что это выражение. Первое. Что мы проверяем, что в нашем выражении есть только допустимые символы. Буквы, скобки, процентики, слэш, плюс, умножить, минус. Наше выражение целиком должно состоять только из этих букв. Мы проверяем, что оно не пустое. Если оно пустое, синтаксис нам это запрещает. Мы не можем присваивать переменную ничто. Вот. Дополнительно мы проверяем, нет ли в нашем выражении запрещенных последовательностей, а именно двойных слэшей, двойных звездочек. Потому что двойные слэши, ну, в общем, их там нету. Двойных звездочек. Ситуации, когда у нас скобочки стоят прямо после имени. Это то, что в питоне будет вызовом функции. А в нашем случае это тоже ошибка. Нет никаких функций в калькуляторе. И ситуации, когда у нас встречается то, что называется неидентификатор. То есть цифра, возможно, не одна, за которой идут еще буквы. Это запрещенная последовательность, если она начинается в начале слова. То есть вот начало слова, цифры, цифры не менее одной, буквы. Это запрещенная последовательность, потому что такого в калькуляторе быть не должно. Все остальные косяки нам выловит питон. Окей. Собственно, вот. Проверяем, что последовательность, то, что мы в выражение входят только нужные символы и не входят запрещенные кусочки. Проверили. Пытаемся вычислить. Тут начинается проблема, которую я описал. Я не сразу ее отловил, я ее описал потом, но мы все про нее знаем. Проблема состоит в том, чтобы избежать клэша с нашими именами. А также, ну, эта проблема решается легко. Мы должны Eval вызвать с отдельно сформированным namespace. Вторая проблема состоит в том, что даже в пустом namespace всегда будут built-ins. И вот эта вот фигня, как я выяснил, не помогает. То есть, вот это можно было не писать. Но эта проблема решается очень легко. Мы берем все идентификаторы. Все. Все идентификаторы. Все идентификаторы. И вставляем в них в начало или в конец. И в начало вставляем префикс. Он тут называется суффиксом, но это префикс. Вот. То есть, в нашем словаре, в нашем var, все идентификаторы будут начинаться, по-моему, на V подчеркивание. Кажется так. Или на V. Да. Да. Вот. Кроме того, еще мелкая подлянка, каждое деление должно превратиться в число-численное деление, чтобы Eval сработал. Вот такую-то фигню мы Evalим. Подсовываем ей в качестве пространства имен, с которым она работает, наш словарик var, в котором хранятся переменные значения. Вот. Вот эта штука, видимо, необязательная. Я думаю, без нее тоже работает. Ну и ждем, что получилось. Если нам вылез name error, это значит, что в этом пространстве имен не было нужных имен, которые питон решил вычислить. Окей, значит, это name error. Если произошло какое бы то ни было исключение, значит, это runtime error. Вот. Ну и наконец, если все произошло хорошо, прошло хорошо, но результат внезапно не строковый, не целочисленный, то есть мы нарвались на какую-то конструкцию в питоне, которая все-таки вычислилась. Но она не целочисленная. Я, кстати, не знаю, насколько это, в принципе, нормальный use case. Не проверял вообще, приходит ли сюда поток вычисления на тестах. Но вдруг. Но вдруг мы нарвались на что-то, что питон все-таки нам вычислил, зараза. Вот. Ну тогда это тоже синтакс error. Возможно, это, возможно, этот огород лишний. Вот. Если это условие было не выполнено, то есть мы нашли либо запрещенный символ, либо запрещенную последовательность, возвращаем синтакс error. Если у нас список v был не пустой, то есть нужно еще присваивание, осуществляем присваивание, не забудем приписать в начало префикс. В случае, если надо что-то вывести, значение, результат, возвращаем значение. Обратите внимание, что моя функция calc в некоторых случаях не возвращает ничего, а это значит возвращает known. А это значит, ничего не будет писать. Ну, собственно, все. Вот вам решение. Итак, мы берем входную строку. Вот оно место. Удаляем из нее все пробелы. Пытаемся обработать вот эти функции calc. Если нам вернулся не known, печатаем вот такую конструкцию. Кстати сказать, можно было вот это вот безобразие не писать, а просто возвращать здесь runtime error, syntax error, syntax error, name error, еще один syntax и assignment. Да? Вот. Ну, потому что, потому что, зачем писать вот такую конструкцию, если можно было написать вот здесь просто слово error. Ну, короче, если error у нас не пустой, мы его вывозим, вводим следующую строчку и так до победного конца. Все. Так, мы аккурат уложились полтора часа, как я понимаю. Просто вот, как если бы я заранее планировал эти полтора часа. Я знаю, что по окончанию пары все мозги спекаются, поэтому давайте, вы будете задавать вопросы, если они у вас есть. Интересный вопрос от Жени к предыдущему решению. Простите, что я его пропустил. Нельзя ли было пропустить классы, которые ни от кого не наследуются? Они пустые. То есть, даже если их очень много, они не выживут, ну, совершенно нисколько времени. Там вот этой рекурсии не будет, они сразу вывалятся, будет сразу return. Поэтому это лишняя проверка и это никакая экономия времени. Я думаю так. Ну что, будут еще вопросы? Или все уже сварились окончательно и будем вкуривать это, когда у нас появится конспект с публикацией? Окей. Значит, на всякий случай я еще потяну резину, чтобы все нужные вопросы были заданы. Вот. Да, планируется еще разбор, потому что мы уже хотим разбор по последнему домашнему заданию по field counter. Вот. Хотя там тоже все довольно тупо. И, возможно, по тем задачкам, которые я сделаю сегодня и завтра, тоже, они будут тоже не очень простые. По ним тоже понадобится разбор. Вот. Так что, я думаю, да, будет еще один такой разбор. Окей. Значит, не знаю, сколько у нас там лаг, но если вопросов больше нет... Ну, давайте еще минутку потяну резину. Если вопросов больше не будет, мы на этом расстанемся. Значит, обратите внимание на то, что мои решения не идеальны. Женя, вот присутствующий здесь Женя, легко и непринужденно упростил решение с спиральной строкой. Да? И, возможно, вот этим своим предпоследним замечанием он упростил решение с МРОЦ3. Обратите внимание, что там было над чем подумать, но это скорее алгоритмические или проблемы, или проблемы такие неожиданного сброса эффективности, да, как в случае с тем же самым МРОЦ3. Вот. Но я нигде не имел в виду вот в своих задачках какой-то, ну, тайный алгоритм, без которого, значит, ничего не работает. Да? То есть все это pretty straightforward, да. То есть вот мне не приходило в голову, что можно как-то сильно налажать с... Да, Женя, еще раз спасибо вам за добрый совет. Возможно, люди, которые будут делать конспект, не упустят его из виду. Действительно, в регулярных выражениях, я забыл это сказать на лекции, когда вы указываете диапазон, и если в этот диапазон, если в квадратные скобочки входит минус, он должен быть только последним, потому что если он не последний, ну, или первым, если он где-то посередине, то регулярки считают его знаком диапазона, да. Такая вот, такая вот особенность. Действительно, я забыл про это сказать. Спасибо, Женя. Ну, хорошо, видимо, тогда все. Пир нашего духа закончился временно. Вот. Я сегодня, возможно, не успею сделать домашние задания, но, как и обещал, их будет всего два. Вот. И, как бы, они, по всей видимости, будут не очень сложные, ну, не слишком сложные, потому что у нас тема такая, файлы, непонятно, какое задание наиджаж по них надо. Хорошо. Все. Тогда, видимо, всем всего доброго. До встречи с некоторыми завтра, с некоторыми, видимо, в понедельник, а с некоторыми во вторник. Вот. Ну, и, в общем, это... Всем добра. Продолжение следует...